В Казанском федеральном университете проходит The Digital Transformation Forum. В Куфу появился новый центр цифровых образовательных технологий. В Казанской ратуше юридический факультет организовал благотворительный бал. 26 и 27 ноября на базе Казанского университета свою работу ведет The Digital Transformation Forum. Участников ожидают выступления экспертов в области цифровой трансформации, касающейся высших учебных заведений. Все подробности смотрите в следующем сюжете. 26 ноября в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялось открытие форума по цифровой трансформации. Форум проводится с целью изучения того, как университеты могут стратегически анализировать и инвестировать в возможности преобразования своего обучения и научных исследований с помощью цифровых технологий. Во время форума будут освещены существующие глобальные механизмы, которые обеспечивают превосходные результаты исследований, а также в основе чего лежат будущие пути развития. Участие в форуме принимают исследователи, инвесторы и высшее руководство из образовательного сектора со всего мира. В течение двух дней увлекательных дискуссий будет представлен экспертный анализ с практическими решениями. Во второй день запланирована секция внедрения и изменения цифровой трансформации для повышения эффективности университета. Кроме того, состоятся панельные дискуссии. Какие специалисты будут востребованы мировыми ведущими компаниями через 10 лет? И будущее кампуса. Как цифровизация создает новый дом для университетов? Валерия Муратова, Ленардо Влесьяров, Универньюс. В Казанском федеральном университете появился новый центр цифровых образовательных технологий. О том, что это такое, наш следующий сюжет. Центр цифровых образовательных технологий ДТКФУ введен в эксплуатацию в этом учебном году. Его задача – обмен знаниями между педагогами и внедрение в школьное образование цифровых технологий, а также их применение в повседневной учебной практике. Связанные с этим программами повышения квалификации уже реализуются в Татарстане. Эти программы реализуются практически сейчас во всех муниципальных районах Республики Татарстан. Активно участвует в них Казань. И площадками повышения квалификации оказываются как школы, как наш центр повышения квалификации учительских кадров, который работает в федеральном университете, так и вот эта новая площадка, в которой мы сегодня находимся. Это площадка Центра цифровых образовательных технологий, которая открылась буквально несколько дней назад в ценах Института филологии и межкультурной коммуникации на третьем этаже. Особое внимание уделяется формированию учителей компетенций проектирования и активного использования ресурсов цифровых образовательных средств. Не все технологии должны в итоге оказаться в школе. Центр демонстрирует возможности инструментов и помогает разработать для них методические рекомендации. Его инфраструктуру уже оценила в ходе своего визита КФУ министр просвещения РФ Ольга Васильева. В рамках визита Ольги Юрьевны Васильевой она уже поприсутствовала на одной из программ, которая здесь начала реализовываться. И, собственно, вы видите, что сейчас он тоже активный процесс повышения инфикации и подготовки наших студентов здесь происходит. Собственно, в рамках данного гранта повышения инфикации пройдут 2000 учителей. Это очень большая цифра, которая, собственно, позволит, наверное, Республике Татарстан охватить такую основную массу педагогов. Международные и российские компании-партнеры, разработчики продуктов и программных решений для сферы образования предоставляют цифровые аппаратные средства для технопарка совершенно бесплатно. Авторизованное обучение с гарантированно высоким уровнем преподавания и использованием новейших продуктов дает конкурентные преимущества выпускникам университета. Перед Центром цифровых образовательных технологий поставлена задача организации комплексной поддержки педагогов и создания условий для формирования цифровых компетенций. В рамках реализации основных образовательных программ высшего образования и профессиональных программ действующих педагогов. Кроме того, действует ситуационный аналитический центр, задача которого – мониторинг и анализ лучших образовательных и управленческих практик в университете. Камиль Гимаздинов, Диана Шилова, Мурат Хафизов, Универньюз. Представительница Казанского федерального университета заняла первое место на Третьей Всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные проблемы нефти и газа». Конференция прошла на базе Института проблемы нефти и газа в Москве. Подробности у корреспондента Эльвиры Зориной. Инженер-исследователь химического института имени Бутлирова КФУ Юлия Зорипова заняла первое место на Третьей Всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные проблемы нефти и газа». Конференция прошла на базе Института проблемы нефти и газа в Москве. Я в ней участвовала второй раз. И, получается, в прошлом году я взяла в своей секции второе место. В этом году мне дали диплом первой степени. В докладе исследователь отразила аспекты создания нового реагента для обеспечения стабильного потока углеводородного сырья. Я представляла результат нашей научной группы. Доклад назывался «Новый реагент на основе сульфированного хитозана для обеспечения стабильного потока углеводородного сырья, ингибирования гидратообразования и коррозии». Мы в рамках САИК-НЕФС, нашей научной группы, разрабатываем ингибиторы гидратообразования, а также комплексные реагенты для ингибирования гидратообразования и коррозии для нефтегазовой промышленности. Реагенты, которые используются в настоящее время, являются токсичными, требуют большие концентрации, а также эти вещества могут подавлять друг друга. В настоящее время используют отдельно ингибиторы гидратообразования и отдельно ингибиторы коррозии. Мы же представляем кардинально новое решение проблемы. Это многофункциональные реагенты, которые одновременно могут предотвращать оба процесса, при этом необходимые чрезвычайно малые концентрации. И также мы создаем наши реагенты на основе природного сырья, то есть они полностью биоразлагаемы в естественных условиях. Для того, чтобы представить свою научную исследовательскую работу на конференции, Юлии потребовалось два года. В Казанской ратуши юридический факультет организовал благотворительный бал. Для чего он нужен и куда будут отправлены вырученные средства? В своем сюжете на эти вопросы ответит корреспондент Дарья Митина. 25 ноября в Казанской ратуши состоялся благотворительный бал юридического факультета КФУ. Данное мероприятие было приурочено 215-летию Казанского федерального университета. Бал проходит уже третий год подряд. В благотворительном мероприятии приняли участие студенты, магистры, аспиранты, а также профессорско-преподавательский состав. Многие люди приходят сюда для того, чтобы покрасоваться платьями, костюмами, насладиться атмосферой, но при этом еще и готовы пожертвовать деньги для того, чтобы вылечить детей, для того, чтобы помочь тем, кто нуждается. Поэтому как-то само пришло и вот очень хорошо функционирует. Более 150 человек несли пожертвования в фонд помощи имени Анжелы Вавиловой. Вырученные средства пойдут на лечение онкобольных детей. Любая благотворительность, которая существует, то есть, конечно, мы готовы в свою лепту внести. И это инициатива студентов. Самое главное – это то, что наши замечательные ребята, они всегда готовы с открытой душой и сердцем, то есть не только хорошо учиться и прославлять юридический факультет Казанского университета, но еще и широко глядя на свою социальную миссию, выполнять такие благие дела. Напоминаем, в нашей группе во Вконтакте проходит розыгрыш четырех билетов на концерт «Нойза», который пройдет в Казани 29 ноября. И напоследок осталась самая важная новость. Наш телеканал запускает новый челлендж, где ты сможешь реализовать свой видеопроект. Как это будет проходить, с кем и кому обращаться, ты узнаешь, посмотрев наше следующее видео. Итак, всем привет, это телеканал Универ ТВ. Ребята, у нас для вас прекрасные новости, поверьте, потому как телеканал Универ ТВ прямо с сегодняшнего дня запускает новый челлендж. Челлендж называется «У меня есть свой YouTube проект». Что мы делаем? Мы берем, расписываем какой-нибудь YouTube проект, обязательно должен быть интересным, обязательно проект должен быть, если есть референс, с показателями. Расписываем, отправляем к нам, можно личным сообщением в ВКонтакте. Можете написать нам на электронную почту, мы, кстати, разместим вот здесь внизу. Дальше мы рассматриваем ваши идеи, после чего мы с вами связываемся, назначаем встречу и начинаем реализацию вашего проекта. Кто знает, может быть, уже сегодня или завтра вы проснетесь популярными ютюберами. Так что ждем вашей идеи. YouTube проект на Универ ТВ. Погнали! На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях и оставайтесь в курсе свежих новостей. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова